В эфире программа в центре событий в студии Наталья Бабушкина. Здравствуйте! В этом выпуске. Сегодня Владимир Путин ответил на вопросы журналистов российских и зарубежных СМИ. Темы, которые затронули корреспонденты, были самыми разными. Внутренняя и внешняя политика, социально-экономическое положение страны, оборона, ликвидация последствий паводка на Дальнем Востоке и многие другие. Один из вопросов касался чистки, устроенной Центробанком в некоторых финансовых учреждениях страны. Журналисты интересовала судьба вкладов россиян. И все люди, которые по закону имеют право получить эти страховые суммы, они все получат. Но Центральный банк должен быть очень аккуратным, чтобы обеспечить интересы вкладчиков. Именно исходя из возможностей этого агентства по страхованию вкладов. 100 миллиардов с лишним уже выплатили. Сейчас агентство располагает денежными средствами в 200, я сказал, 50-270 миллиардов. Его возможности не безграничны. Поэтому нужно быть очень аккуратными, чтобы не оказалось так, что не из чего платить. Прозвучал и вопрос об экономической ситуации в России. Журналистов интересовало, куда будут направляться средства из Фонда национального благосостояния страны. По словам президентов, крупные инфраструктурные проекты, третье транспортное кольцо вокруг Москвы и развитие Байкала-Амурской магистрали. Прозвучал вопрос о решении вложить из того же фонда 15 миллиардов долларов в ценные бумаги Украины, которые на данный момент высоко ликвидными не выглядят. Дело не в том, что это братский народ и братская страна, а дело в том, что у нас очень большой уровень кооперации. И мы понимаем, насколько часть нашей промышленности связана и зависит от благополучия в Украине, их предприятий-смежников. Поэтому для нас это и политическое, и пагматическое, и экономическое решение. В пресс-конференции приняли участие почти 1400 журналистов России и других государств. Свои вопросы задавали и жители страны. Правда, удалось не всем. Об этом нам сообщил наш корреспондент. Это уже девятая по счету встреча в этом году. На нее заявились порядка 1400 журналистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, на пресс-конференцию приехали и люди, которые когда-то обращались к президенту, но их вопрос не решился. В частности, ко мне подошла женщина из Самбова, спросила задать ее вопрос. У нее серьезная проблема с лишением родительских прав. От слов к действию. История совхоза «Северная» получила неожиданное продолжение. В четверг утром сотрудники предприятия отказались выходить на работу. Вот уже несколько месяцев люди не получают зарплату. Подробности у Елизаветы Саенко. С падежем, с голодухи падали, болели. Не было никакой болезни. Отопление плохое, естественно, урезали перед Новым годом корма. Естественно, поросяты начали с голоду дохнуть. А теперь и наша очередь. Сетуют работники печально известного совхоза «Северная». Вот уже несколько месяцев люди не получают деньги за свой труд. Ни зарплаты, ни выплат, ничего. Вон. В настоящее время крупнейшее сельхозпредприятие находится на стадии ликвидации. Некоторым по пять тысяч рублей перечислили. Но это небольшое количество людей. И как бы на что жить? Все тот же вопрос. Который, к слову, оказался из ряда риторических. В итоге, так и не найдя поддержки со стороны руководства предприятия, порядка 20 человек вышли на пикет. С самого утра работа в совхозе оказалась парализованной. Сегодня уже забастовку. А мы... Как будто не все здесь. Спустя полчаса прибывший на место директор совхоза Андрей Решетников созвал страждущих к себе в кабинет. Встреча прошла за закрытыми дверьми. Прессу туда не пустили. Если и на этот раз просьбы сотрудников останутся без внимания, они уверяют, пойдут на крайние меры. Хотим официально обратиться в администрацию города с письмом, в котором указывать будем, что мы будем перекрывать дорогу. Потому что сил у людей никаких нет. На носу Новый год, у всех долги, кварплаты, кредиты. Когда дело сдвинется с мертвой точки, пока неизвестно. После обеда люди вернулись к работе, за которую им до сих пор не могут заплатить. Елизавета Сиенко, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Где взять деньги на выплату зарплаты сотрудникам совхоза? Депутаты Сургутской думы обсудили вместе с администрацией на парламентских слушаниях. Народные избранники заслушали проект бюджета департамента имущественных и земельных отношений, к которому и относятся Северные. Вопрос о судьбе бывших и нынешних работников муниципального предприятия стал одним из основных. Дарья Давыдова подробнее. Земельный участок является муниципальной собственностью. И поэтому он не будет реализован при ликвидации предприятия. О судьбе земельного участка, который занимается вхоз Северное, еще в начале октября рассказал заместитель главы Сургута Александр Иванов. Однако спустя два с лишним месяца позиция властей в отношении этой территории кардинально изменилась. Причина – задолженность муниципального предприятия перед кредиторами и по выплатам заработной платы своим работникам. Как итог? Чтобы выставить его на торги. И для того, чтобы из этих средств погасить задолженность по заработной плате. Кроме всего прочего, в проект бюджета департамента имущественных и земельных отношений заложена статья расходов, которая звучит как очистка территории от навоза и загрязнений, допущенных муниципальным предприятием «Северное». В рамках программы, так сказать, солидарности, ответственности администрации города. Стоит отметить, что восстановление природного баланса обойдется в 21 миллион рублей. Что касается навоза, то ни для кого не секрет, у кого есть дача машина навоза свинного стоит 15 тысяч рублей. Свинной навоз не пользуется популярностью, к сожалению. Ну, это коровь не пользуется. И вот при таком объеме... Чей навоз нужней на дачах, председателя Думы проконсультировал опять же замглавы города Александр Иванов. Как житель деревни, пояснил он. Свинной навоз является опасным химическим оружием. Именно поэтому есть предостережение прокуратуры, где они считают, что это отходы четвертого класса. И поэтому их нельзя внедрять в землю. Поэтому они рассчитали предполагаемый размер штрафа. Да, машина говяжьего, коровьего навоза, как вы говорите, она может быть и стоить 15 тысяч рублей. Но свиной навоз, его никто не будет покупать за такие деньги. Поросячьи отходы нужно зачистить и утилизировать. С этим требованием понятно. Как, собственно, и с позицией по земельному участку. Территорию совхоза сегодня разбивают на две. Одна это административное здание, вторая непосредственно земля. И все это, скорее всего, уйдет с молотка. Мы полагаем, что этих средств будет достаточно для того, чтобы погасить задолженность по заработной плате и рассчитаться с кредиторами. Что же будут делать, если средств, вырученных с продажи имущества и земли, не хватит на оплату долгов и перед предприятиями, и перед сотрудниками? Решение вопроса, скорее всего, снова затянется. В предприятии объявляются банкротством, начинается другая процедура. И если по решению суда нас, как администрацию, где-то заставят вести солидарную ответственность, повторяю, только по решению суда. Дарья Давыдова, Сергей Колотов, Сургут, Интерновости. Дарья Давыдова, Сергей Колотов. Нашим корреспондентам Анатолий Вац рассказал, какой видит свою будущую работу, которая, по его словам, скорее всего, начнется уже после Нового года. Конечно, сложно сказать, что ожидать от работы в окружной думе, но я хотел бы, чтобы окружная дума была же такой скрупулезной, тщательной, вникающей во все и боевой, как Сургутская городская дума. В первую очередь, меня, конечно, интересуют межбюджетные отношения. Межбюджетные отношения, потому что я считаю, что территория, которая быстро развивается, и должна получать наибольшее количество денег. Потому что она дает новые рабочие места, потому что она приносит еще больше доходов в виде налогов. Возможно ли договориться с управляющими компаниями? Почему коммунальщики делают вид, что не замечают проблем жителей города? Эти и другие вопросы горожан зачастую остаются без ответа. Сургутянин Юрий Назаров решил лично разобраться с управляющей компанией ДЭС Восточного жилого района. Что из этого вышло, расскажем в нашем сюжете. Откуда берутся неизвестные цифры в квитанциях по оплате коммунальных услуг и что за расход на общедомовые нужды? Юрий Назаров все посчитал. Я обратил внимание на эти общедомовые нужды. Откуда же они получаются? И начал разбираться. Показания общедомового прибора, минус внутридомовой прибор, то есть, который жильцы показывают на своих приборах, да? Получается разница. И вот эта разница благополучно предъявляется жителям на ОДН. Как появилась эта разница, объяснили в управляющей компании ДЭС Восточного жилого района. Берется количество воды, к примеру, 100 кубов. Из них по счетчикам передали 60. Еще, допустим, 10 кубов – это тех, у кого приборы имеются, но показания люди попросту не передают. Есть и другая категория – жители, которые платят за воду по нормативу. Это, к примеру, еще 10 кубов. В итоге индивидуальный расход собственников – 80 кубов из 100. В остатке – та самая неизвестная цифра. Вот это та цифра, которая идет к распределению на общедомовые нужды. Эта цифра ресурса распределяется, так как на общедомовые нужды и плата за содержание общедомового имущества у нас в долях на метр квадратный идет, да? Каждый собственник в своей доле. То сегодня это распределяется каждому в доле. Почему так получается? Вариантов несколько. Во-первых, показания от горожан принимаются до 25 числа каждого месяца. Но ведь и люди передают данные по счетчикам не единовременно. Одни 23-го, другие 25-го, а третий 5-го. Поэтому и случается такой большой остаток – те самые общедомовые нужды. В расчетке Юрия Назарова за ноябрь разница в показаниях по всему дому составила 304 куба. Давайте на вашем доме проведем эксперимент. Согласен. Давайте вот именно на вашем доме проведем эксперимент. Я готов. Проведем. Готов взять любой месяц. Готов взять любой месяц. На каждый подъезд, то есть вы там поговорите, старшие подъезды, да? То есть в одно время встаем вечером, ну там к концу 23-го, 25-го, да? Встаем по контролеру, встает один из собственников этого подъезда. И пошли вот в одно время заходим в подъезд и снимаем показания. Еще одна причина разбросов по цифрам – неточные показания по счетчикам. В управляющей компании горожанам посоветовали передавать данные с приборов не в округленном виде, к примеру, один куб, а со всеми десятыми и сотыми долями. И решение по этому вопросу руководство приняло буквально на месте. Возникают вопросы. Первое, смотри, то есть очень рано ложим книгу, где записывают нам жители показания приборов учета здесь. А второй момент, значит, надо проработать с операторами в части той, чтобы передавали все цифры, на которые указаны на счетчике. Просто на распоряжение или приказы, как хотите, там оформите, чтобы все операторы принимали только то, что у них написано на счетчике. Соответствующие указания даны. Дело, как говорится, пошло в ход. Насколько действенными окажутся предложения собственников, можно будет оценить через несколько месяцев. Рамиль Нуриев, Ксения Битюгина, Гамзат Магомедов, Сургут Интерновости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По его словам, запуск фейерверков в других местах будет считаться нарушением общественного порядка. Он призвал граждан использовать пиротехнику только в трезвом виде и, как минимум, соблюдать технику безопасности. Отойти расстояние порядка 30 метров, а также выдержать дистанцию от зданий транспорта. Мы сами прекрасно видим из года в год, что происходит 12 часов с 31 на 1, и загнать 300 тысяч населения в эти 5 мест просто нереально. Поэтому здесь надежда только лишь на сознание наших граждан, на то, что тот, кто будет запускать этот фейерверк, не будет много пить до того, как хотя бы. Кроме того, сегодня в администрации назвали список мест хранения и продажи пиротехнических изделий в Сургуте. Только там их и можно покупать, и только в них салюты и фейерверки можно считать безопасными. Всего таких в торговых точек 12. Полный их список есть на сайте городской администрации. Среди них крупнейшие торговые центры, а также специализированные магазины. Что касается других точек, то специалисты настоятельно не рекомендуют покупать пиротехнику с рук и даже сообщать о таких фактах в полицию и государственный пожарный надзор. С 25 декабря в городе начнутся рейды по проверке магазинов, торгующих фейерверками. Такое пристальное внимание к этой теме со стороны властей вполне объяснимо. В 2011 году за новогодние праздники погибло 5 человек, пострадало 3 человека. В 2012 год один человек погиб, пострадало 2 человека. В среднем, тут уже говорилось, что за 10 дней, то есть начиная с 31 по 9 число, статистика была приведена, в среднем происходит 15 пожаров. Сургутянам презентовали новую программу отдыха детей, которую представила туристская компания «Детское бюро путешествий». Организация выиграла тендер, объявленный Департаментом образования. Новогодние каникулы обещают сделать незабываемыми. Отправление на праздничном экспрессе в Великий Остюг к Деду Морозу, оттуда в Костромуг-Снегурочке. Несколько дней ребята проведут в детском лагере в Екатеринбурге. Вся программа рассчитана на 12 дней. Доплата родителей за трансфер к бесплатному отдыху составит чуть более 16 тысяч рублей. «Устюг плюс Кострома» работает второй год. И очень в прошлом году был такой фурор, такой был успех этой программы. Поэтому думаю, что правильный выбор сделан Департаментом образования. «Молодежь против наркотиков». Борьбу со смертельным зельем в своих работах изобразили студенты Сургутского художественно-промышленного колледжа. О том, как молодые люди предлагают бороться с недугом в сюжете Ксении Битюгиной. Сказать «нет» наркотикам получается не у всех. Они смогли. Студенты художественно-промышленного колледжа более полугода разрабатывали проекты своих работ. Если тема – это работа против наркотиков, тема против наркотиков, то, конечно, войдя в зал, зритель должен это понимать, что это очень серьезная и такая наболевшая тема. На картинах не просто очевидный всем шприц, кровь и таблетки. Плакаты студентов высоко оценили профессионалы сферы искусства. По их словам, авторы работ подошли к теме борьбы с наркотиками не поверхностно, а копнули глубже. И это несмотря на то, что в колледже не преподают графический дизайн. С ребятами занимались преподаватели Художественной академии Санкт-Петербурга. Я у некоторых плакатов буквально подолгу смотрел. Ну и в плане композиции, конечно, какие-то моменты смотрел. Световые, графические, смысловые. Но само эмоциональное пятно у многих ребят, вот само эмоциональное пятно, оно притягивает. Это говорит о том, что социальный плакат, которым была поставлена задача, он выполняет свою задачу. Табачный дым в виде змеи. Идея создать такой плакат появилась у автора внезапно. Я сама не курю. И для меня курящие люди – это люди, отравляющие общество. И вообще как-то так. Не знаю. Все-таки это яд, табак. Это яд. Он в моем представлении выглядит именно так. Лучшие работы будут размножены и отправлены по городам России. Возможно, в одном из них появится большой баннер социальной рекламы против наркотиков от сургутских студентов. Ксения Битюгина, Гамзат Магомедов, Сургут Интерновости. На этом пока все. Спасибо за внимание. До встречи. Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Семь лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 11 88. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» представляет новогодний проект «Семья или в погоне за счастьем» при поддержке киноцентра «Галактика». Смотрите 1 января. Новогоднее настроение в обувных супермаркетах Лизы. Праздничные скидки до 50%. В супермаркете «Перекресток» окорок свиной охлажденный 199 рублей за килограмм. Скидка 30%. Улица Грибоедова 8, улица Пушкина 9, «Перекресток». Мы ждем вас. Мы стараемся для вас. Праздничные скидки начались. Сит Селунов Китрой, Альфред Мюллер, Грэг Херман, Марини. Скидки до 50% на всю коллекцию. Ювелирный дом «Кристалл» желает самого наилучшего в новом году и приглашает за покупками. Выберите роскошные подарки для самых дорогих и близких. Среди сверкающего великолепия драгоценных камней и ослепительного сияния золота. В ювелирном доме «Кристалл», улица 50 лет, ВЛКСМ 6А. Выбирайте лучшее. Срочно подать объявление? Легко! Просто позвоните 22-22-44. Газета бесплатных объявлений «Ярмарка» 22-22-44. Новое поступление мужских и женских пуховиков. Размеры от 44 до 66. Рассрочка без первоначального взноса и без процентов. Магазин «Адам». Улица 50 лет, ВЛКСМ 3-2. Телефон 21-01-41. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» представляет новогодний проект «Семья или в погоне за счастьем» при поддержке сети магазинов «Золо». Смотрите 1 января. И о погоде на 20 декабря. Здравствуйте. В студии Наталья Яркова. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Пусть удача и везение Погостить зайдут ко всем И с хорошим настроением Остаются нас совсем Компания «Жалюзи» предлагает автоматическое дистанционное управление шторами и жалюзи любых размеров французской марки «Зомфи». Весь декабрь – новогодние скидки. Улица Гагарина, 8, телефон 245-00. В предстоящие сутки в Западной Сибири морозы заметно усилятся. Скажется влияние циклона, в тыловую часть которого вместе с северным ветром будут прорываться более холодные воздушные массы и снег. А температурный режим в регионе на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно, кратковременный снег. Направление ветра северо-восточное – 4,9 метра в секунду. Температура воздуха – минус 23, минус 28. Утром погода существенно не изменится. На столбиках термометров около 25 градусов мороза. Днем также облачно, местами снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный – 3,8 метра в секунду. Температура – 21,24, ниже нуля. Новогодние волшебства в Карапузе! С 20 по 26 декабря завершите покупку и получите гарантированный подарок для своего малыша! Сеть магазинов Карапуз чудеса случаются! Все подарки от Деда Мороза, о которых мечтают детвора, уже доставлены в магазины Карапуз по сказочным ценам. Встречайте Новый год вместе с Карапузом! В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление не изменится и составит 755 миллиметров ртутного столба. Возвращение легенды! Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». В салонах обуви «Саламандр» большая коллекция новогодних туфель. На зимнюю обувь скидка 30%. Новогоднее предложение от фабрики комфорта. Только до 31 декабря наши услуги в два раза дешевле. Всем покупателям праздничные подарки. Я желаю вам всех благ, будьте здоровы, до свидания.